Он понравился в Европе безумно всем Чтобы выключить мы ее стукаем молотком Продолжаем разговор об автомобилях, которые путешествуют с нами в проектах Red Offroad Expedition Сейчас я представляю замечательных ребят Это команда альпинистов, команда Володи Кондрашова, Игорь, Саша Сразу после этой поездки они уезжают в Киргизию, не заезжая домой И в Киргизии до 20 января у них будет свой альпинистский проект И пользуясь случаем, Володя сейчас расскажет про свой автомобиль На котором они путешествуют очень много, очень долго и длительно Автомобиль приобретался для нужд клуба И задачи какие ставились, чтобы можно было перевести максимальное число людей Под категорию B со всеми вещами С продуктами, с рюкзаками, с лыжами, с ледорубами И вот выбор был в пользу буханки, потому что она 9-местная, включая водителя То есть категория B Она достаточно выносливая, неприхотливая Комфорт нас интересовал, наверное, в последнюю очередь Потому что как бы альпинисты, ну как бы и так там было все жестко И даже в этих условиях все были довольны ехать на нем Вот, также, ну не очень особо жалко этот автомобиль Когда его начинали, ну как-то там портить Да, то есть, ну все равно люди много со снаряжением Там, то есть сам салон тоже страдает от этого И мы не паримся с этим поводом Вот, а также рассматривался именно внедорожный автомобиль Чтобы можно было заехать в гору Ну, по грунтовым дорогам, по тяжелым дорогам Но каких-то внедорожных экспедиций мы не планировали изначально делать По доработкам что было сделано? В первую очередь был установлен багажник экспедиционный, большущий То есть мы сразу его планировали То есть все рюкзаки ездят там Чтобы внизу, внутри 9 человек помещалось нормально Вот, и в общем-то особо я больше ничего не планировал делать Меня бы как бы так все устроило Но выяснилось, что штатная подвеска, штатные рессоры Они совершенно ни на что не годны вообще То есть они не удерживали никакого веса Ну, прям вот абсолютно И какие сейчас, какая подвеска То есть впереди была трехлистовая рессора Мы поставили 11 листов Сзади было 2 листа Ну, видимо, зад считался, что он легче Мы поставили 13 листов туда Вот, и автомобиль стал хорошо управляться Он становится нормальным, если его загрузить 300-400 килограмм Он становится вполне адекватно, можно ехать То есть когда совсем пустой, да, он совершенно не рабочий Ну, и, собственно, особо из недорожного больше ничего и не сделано Что еще вот по теме есть Значит, штатная раздатка, она не удерживала никаких нагрузок То есть небольшой подъем, небольшое что-то Она постоянно вылетала, вышибала И в итоге мы зубья на ней все поломали И даже не жалели об этом Починить ее было легко Мы нашли какую-то тюнинную раздатку Которая не вылетает То есть зубья сломали не от нагрузки, а именно от вылета Из-за того, что такие резкие вот эти вот удары, когда она вылетает И сейчас передаточное число раздатки То есть с 1,9 стало у нас 3,2 Вот, она лучше идет И пониженная не только не вылетает Но она и не выключается В общем, чтобы выключить, мы ее стукаем молотком Ее можно разработать, но мы решили не делать Чтобы она уже наверняка держалась и не вылетала И задний мост мы ремонтировали Поставили туда вместо штатного дифференциала Дифференциал повышенного трения В принципе, он неплохо работает Я прям чувствую такие вот какие-то подхваты Где бы мог начать буксовать И он на скорости вот так проходит Дифференциал повышенного трения 30 на 70, там вот эта вот характеристика И как бы вполне устраивает Еще она что хорошее, что если полуось ломается А мы к этому морально готовы То есть потому что у нас такая раздатка сильная Не нужно разбирать мост Он такой пустотелый То есть можно просто арматурой обломок выбить И все, и поставить новую полуось По комфорту у нас есть автономная печка Там всякие вот эти ящички мы сделали Над головой, вот удобные И в салоне из-за того, что хорошая подвеска, крепкая Мы одно кресло из середины салона переместили в задний ряд То есть у нас получился салон более такой объемный То есть в середине этого кресла нету Если слабая подвеска, то конечно он там был не нужен И газовый баллон большой, 130 литров у нас Он тоже сзади находится и подвеска легко справляется с его весом То есть ничего не происходит плохого Ну и жесткость поставили вот эту Потому что двери открываются во время езды Вот эта жесткость, она держит кузов Ну когда там в рюкзаке лежат, он кузов не выдержит Вот, а баллон он так вписался, что вроде ему нереально сюда влезть И вот креслом без изменения они стоят на том же расстоянии, что и стояли Просто их три теперь, а не два здесь Ну и все, как бы, оно вот такой баллон большой Прям в притирочку входит А так он, как бы, ну вот так ходил и замки эти расчелкивались Еще электрозамки поставили, как бы считается, что на буханку сложно это сделать Ну вот они в таком виде И мы не стали вот в штатный замок что-то внедрять Вот, а нашли вот такую штуку, вот, можно сюда вот посмотреть Можно штатный замок вообще сломать, выломать Вот, а как бы дверь все равно не откроется И стеклоподъемник электрический сделали, ну просто Так, давайте еще лайфхак на всю страну расскажу Чтоб никто не знал Значит, что у нас еще с баллоном интересного мы сделали Нам нужно очень много туристических баллонов заправлять В силу того, что мы много ходим в горы и используем вот такие баллоны газовые В большом количестве для приготовления пищи, для всего То есть мы их стали заряжать И очень удобно их заряжать прямо с автомобиля То есть был изготовлен вот такой переходник Вот такая штука То есть баллон сюда накручивается А вот этот штуцер, значит, мы перекрываем сначала газ в баллоне Откручиваем штатную трубку расхода газа И прикручиваем эту трубку сюда, на эту гайку И все, и у нас газ прямо из этого баллона заливает вот такие баллончики В бесконечных количествах Причем газ автомобильный, он даже лучше горит, чем тот, который в этих баллонах основья залитый Мы постоянно пользуемся этой системой Много лет я искал зарядное устройство Для того, чтобы заряжать оборудование нашей видеогруппы в экспедициях Мы использовали инверторы Питались от автомобиля Мы заезжали оборудование в отелях Но не всегда это удобно Когда ты автомобиль оставляешь где-то в стороне А сам располагаешься в базовом лагере То необходимо что-то, что будет заряжать нашу технику Мы даже с нашим видеооператором Женей Зориным Пытались изобрести и изготовить такое устройство Которое бы автономно заряжало нам всю технику Наконец такое устройство появилось Это ROMOS 500 Сейчас я взял его на тестирование Мы его по всей программе оттестируем И я обязательно вам про это расскажу Помимо зарядки телефонов и фотокамер Я планирую его использовать следующим образом Можно подключить дизельный автономный отопитель Печку для обогрева зимней палатки Безопасно и удобно Можно подключать компрессор для подкачки колес На кемпингах подключать к нему автомобильный холодильник Подключать световую установку свеча Сейчас мы вынуждены в наших экспедициях Ставить свечу и рядом с ним ставить автомобиль Чтобы она питалась от него Теперь я хочу от этого отойти И питать его от этой электростации И что очень важно К ним можно подключить зарядку от солнечной батареи И тогда вы будете полностью автономны А сейчас мы испытаем Как от него работает световая установка свеча Ну что, включаем любимницу наших поездок Студия оказалась маловато Высоты потолков не хватило Сама башня высотой 3 метра Ну, освещает, вы видите Насколько Насколько хватит аккумуляторов этой станции Для работы этой световой установки Я вам взятно расскажу Производитель заявляет такие характеристики Портативная электростанция с номинальной мощностью до 500 Вт И пиком до 1000 Емкость 400 Вт В небольшом пластиковом корпусе Рома Совмещены аккумуляторные батареи и инвертор Есть возможность зарядки от 220 В От солнечной батареи От автомобильного прикуривателя В нем есть беспроводная зарядка Три USB порта Один порт Type-C Розетка 220 В Автомобильный выходной порт И два встроенных фонарика Какие преимущества вижу для путешествий Это замена аккумулятора и бензогенератора Не нужно держать автомобиль с заведенным для питания электроприборов В Ромас совмещены аккумуляторы и инвертор Возможно одновременная зарядка нескольких устройств без потери мощности электростанции Подключили три телефона на зарядку Boombox Мультиварку Остался один порт USB свободный Что еще подключить не знаю Но все работает, все заряжает Кстати при тесте свеча от него работала 4 часа И конечно идеально для организации персонального кемпинга Все электроприборы В том числе мобильный холодильник Будут обеспечены электричеством Как устройство перенесет реальные условия зимней экспедиции Я проведу тесты в ближайшем путешествии пустыни мира Вижу от использования этого прибора в путешествиях одни плюсы Оно удовлетворяет нашим потребностям И закрывает задачи, которые мы раньше решали более дорогим и неудобным способом Кстати, именно сейчас на этот прибор максимальная скидка Ссылка на описание продукта и где его приобрести есть в описании В частном учебе было сделано То есть мы кнопку помпы от отпиления печки вынесли отдельно Почему нужна кнопка помпы отдельно? Потому что передняя печка устроена таким образом, что во время движения вентилятор не нужно в ней включать И воздух проходит за счет скорости самодувом А помпу включать нужно Поэтому было сделано так, что только вместе с вентилятором она включалась Совершенно ненужная работа вентилятора какая-то И от него шума много будет И здесь у нас управление динамиками есть, управление верхней люстрой Ну и вот видеорегистратор мы еще отдельно Значит, еще был ряд технических проблем именно изначально с автомобилем То есть недостатки, что моторчики, омыватели стекол очень слабые И как бы с одного моторчика очень слабая струя была Даже на стоячем автомобиле не добивала струя до верха Мы левую и правую форсунку разделили И у нас два моторчика, два бачка омывателя Сейчас на малой скорости можно брызгать На большой скорости все равно струя не летит высоко Омывать нельзя Вот, и шнурки мы поставили Сама идея какая была Что так устроено межкапотное пространство Что чтобы поменять воздушный фильтр нужно было слить антифриз Ну то есть это вообще какая-то процедура Ну очень длительная вот этого всего И сейчас мы фильтр вынесли отдельно из подкапотного пространства Ну и сделали этот шнурки, что тоже как бы неплохо, что он есть Вот Ну бродом и бывает заезжаем Ну ноги у нас промокают у пассажиров Ну глубже не ездили, не планируем Ну самое главное можно легко поменять фильтр Вот сейчас пыльные дороги, да То есть мы можем его быстро вытрясти Вот это удобно Значит уАЗ-2206 это новая модификация старой буханки Значит там двигатель ЗМЗ-409 Вот очень надежный, очень неприхотливый Сразу в базе у нас идет гидроусилитель Прям вообще никаких проблем с управлением ничего Дисковые тормоза передние То есть нет вот этого скрипа То есть он тормозит так же, как листковой автомобиль Очень быстро, надежно И даже есть АБС, которая до сих пор работает И исправно прям никаких не доставлял охот Какой километраж вы преодолеваете? В день или в год? Скажем, за поездку? Ну вот прошлая поездка была, мы уехали в феврале и вернулись в ноябре Куда ездили? Вот за это время мы съездили Значит вдоль Волги там ездили Занимались рубджампингом на вышках Потом мы поехали на Кольский полуостров Там почти месяц ходили в горы Ездили на берег Ледовитого океана Катались на горных лыжах После этого переехали в Крым на месячные сборы После этого у нас месячные сборы на Кавказе Потом мы поехали в Шамани, во Францию Тоже где-то месяц И осенью мы закончили в Грузии Восхождением на Ужбу И там в Слонеке у нас мероприятия Потом прошел осенний Крым И только тогда уже в ноябре мы приехали домой И все это на этом автомобиле? Да, он домой не возвращался Обслуживался все время в дороге За это время я просто домой два раза летал на самолете Погостить и все А так можно в любом городе решить все вопросы То есть во время поездки у нас была замена сцепления Замена генератора Мы ремонтировали глушитель Мы ремонтировали задний мост И вот раздатку поменения Это все в дороге происходило А какого года вы? 16-го года Сейчас у него пробег 130 тысяч Он экспортируется в режиме постоянной езды То есть он или куда-то едет Или мы просто уходим в горы так надолго Что бросаем на стоянке где-то И он там может быть месяц стоит Во франции французам понравился? Он понравился в Европе безумно всем Нас постоянно останавливали Постоянно фотографировали его Кто с разрешением, кто без разрешения И мы вообще довольно скромно Хотели заехать в Шамани Мы там находились около трех недель Нас в конце вообще все знали В лесу знали плохо Автомобили сдавали сразу Такая история была И вообще в Европу никаких проблем не было На нем заехать Начиная с Польши Прям очень его доброжелательно Все воспринимали По немецким автобанам В принципе Ну 120 мы разгонялись Ну мы ехали Нас огоняли как стоячих Но все сигналили Как бы показывали Большой палец Мне кажется Они считали нас ретро автомобилем Вот Хотя это современные О чем это говорит? Это говорит о том Что подтверждает нас О том Что путешествовать можно На любых автомобилях Самое главное Желание Желание И стремление Открывать мир Познавать этот мир И путешествуйте Путешествуйте с нами Путешествуйте с рядов роутов